Ире Варова, именно так в паспорте указано имя женщины, недавно исполнилось 80 лет. Дети уже умерли, остались лишь внуки и правнуки. Но вместо заботы и присмотра от них пенсионерка видит только жестокое обращение, рассказывает женщина. Ира Варова – ребенок войны, ветеран труда и инвалид. И когда жить в заслуженную старость, не знает. Швабра меня по голове, по плечу сюда стукнула. Вот так она бьет, обзывает всяко. Он водой облил нас и фотографировал на входе. Вот такой он. Чтоб не ходило никто ко мне, чтоб и соседи не ходили. Что мне делать? Помогите, пожалуйста. Богом прошу. Но вот пообщаться с обидчиками женщины не удалось. Узнав о съемке, внучка и правнук пенсионерки из квартиры ушли. Оставив запертые двери и много открытых вопросов. Наделали. Вот это она вот сделала. Видите? Нету тут? Нет. О, и тут все поддирали. Заботу о пожилой женщине берут на себя соседи. Ведь пенсионерка даже приготовить поесть себе не может. Боится выйти на кухню и даже в ванную. Приходится питаться тем, что принесут сердобольные друзья. Но им порой достается. Тут из-за угла выскакивает со шваброй это Юля. И огрела меня шваброй, сбила меня с ног. Вырвала трубку. Не трогайте мое имущество. Вот этот самый. Облил водой этот Яцко Данил. Я на полу лежу в этой луже. И они снимают меня. Режиссер и оператор. Обзывали, как хотели, чего вы сюда ходите. В МВД Крыма о проблемной семье знают. По их словам, участковый регулярный гость в этой квартире. Но несмотря на частые обращения в полицию, сотрудники правоохранительных органов никаких противоправных действий в отношении пожилой женщины не увидели. Конфликты в семье происходят систематически на протяжении нескольких лет. Сущность конфликтов находится в рамках гражданско-правовых отношений. По всем обращениям в полицию проведены проверки. Членам семьи неоднократно разъяснялись пути разрешения, возникающих между ними семейно-бытовых конфликтов. Ира Варова, которая одной ногой находится на улице, верит в благополучный исход этой ситуации. Правда, ответственным органам, да и ее проблемы по заверениям, женщине нет никакого дела. Остается одна надежда, что родные люди найдут компромисс жить дружно под одной крышей. Яна Витренюк, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ.